Девушки отдыхают Так и сейчас Отчего спасаешь На этот раз Отчего Me niego rotundamente No quiero Bajo mi techo Ninguna gitana Bajo tu techo no Está bajo el mío O tengo que recordarte otra vez El asunto de la jurisdicción Какое решение? Что такая-то часть Дома принадлежит мне Поэтому я могу приглашать сюда Кого захочу Ясно? Или нет? Не надо так говорить со мной Я не хочу Я не хочу, чтобы эта цыганка ходила по моему дому И трогала мои вещи Не хочу И приказываю, чтобы она убралась отсюда Немедленно Спокойно, Дора, спокойно Разве ты не знаешь, что стресс старит? Я состарюсь из-за этой цыганки Опять она о своем? Митра не уйдет отсюда Так что не трать зря энергию Я вас убью Ты хочешь испугать меня? Если ты так думаешь, то ошибаешься, дорогая Потому что я вызову полицию Знаешь, Дора Сначала мне тоже не нравилось, что Митра пришла сюда Но теперь, когда я вижу, сколько здоровья тебе это стоит Я просто в восторге В восторге Где кастрюля? Не буду ничего говорить Пожалуйста, выйдите отсюда Вот кастрюля Отдайте, отдайте Не отдам, отдайте Никто не будет мне указывать, что делать и чего не делать Я сказала, что буду готовить И точка Чтобы покончить со всем этим, скажу вам, уважаемая цыганка Что вы не можете работать кухаркой Потому что вы не член профсоюза Я не кухарка Отойди Что здесь есть? Молоко Петрушка, помидоры Курица Хорошо, хорошо Посмотрим, посмотрим Что вы можете приготовить из всего этого Посмотрим Быстрее, пожалуйста Я не могу торчать здесь целый день Что здесь происходит? Что происходит? Уберите эту сумасшедшую отцу, да пожалуйста Не хотите ли пройти со мной? Не трогай меня В этом доме посетителям категорически запрещен вход на кухню Сквернослов Ты не имеешь права так разговаривать с солидной женщиной Сквернослов? Ничего себе Посетитель Это не ругательное слово Да, мне это уже говорили в разных местах и много раз Вы должны иметь больше почтения Сеньора, выйдите отсюда и не заставляйте меня терять терпение Не забывайте, что у меня для вас всегда найдется цыганское проклятие Сеньора, это помпон Мне очень жаль, но я ухожу Простите Испугался Трус Не утруждайтесь У меня нет никакого страха Тебя об этом просила Палома? Почему ты спрашиваешь? Отвечай Да, и что из этого? Она говорила с тобой, чтобы уговорить меня И что же в этом плохого? Я не соглашусь на это Но почему? Просто потому, что не хочу Адриана, не проси меня думать о ребенке Хотя бы потому, что я не знаю, буду ли я жив Что ты делаешь? Не знаешь, как включить магнитофон? Нет, смотрела, что за музыка у тебя там На музыку не смотрят Ее чувствуют Ее слушают И не только ушами Но и всем телом Душой Как ты узнаешь, нравится она тебе или нет Если ты ее не послушаешь? Давай включим хотя бы одну Нет, не надо Я просто полюбопытствовала Давай включим магнитофон и потанцуем Я? Нет Попробуй Нужно шевелиться Это полезно Нет, я не буду Нет, нет Это Может быть фальшивкой Мне это ни о чем не говорит Если хотите узнать правду То есть один верный способ для этого Говорите Дора и Норма могут сделать анализ крови на совместимость Когда увидите, что все это правда Я сама подменила детей, мой дорогой Хорошая мысль Возможно Может быть мы и сделаем это Да Отлично Но у меня сейчас есть одна проблема Мне надо кое-что купить А денег нет Тебе придется подождать Потому что ты ничего не получишь Пока не придут результаты анализа Улиана нет дома, но заходи, Палома Хочешь выпить что-нибудь? Нет, спасибо Мне надо навестить подругу Здесь недалеко Я могу зайти попозже? Да, конечно Ты окажешь нам честь, если поужинаешь Спасибо, в следующий раз Как ты себя чувствуешь, вернувшись в свой мир? Несколько потерянный Я до сих пор не разобралась в своем прошлом Должен тебе сказать Ты была ужасной, пока была цыганкой Откуда вы это знаете? Однажды ты пришла сюда, назвавшись женой Хулиана Я так и не понял, почему ты сделала это Ты меня так очароватьно обманывала Что я с трудом понял, что это ложь Боюсь Что в своей прежней жизни Я сделала многое из того, что не нужно было бы делать Не извиняйся Спасибо До свидания Какая хорошая девушка Панчо, я ухожу Тебе что-нибудь надо? Который час Ты что, следишь, когда я ухожу с работы? Совсем нет Я забыл, что уже так поздно Если ты подождешь, я отвезу тебя домой Нет, спасибо, я не домой Скажи, Карина Хулиан сказал мне, что ты собираешься замуж Это правда? Да Ну, а врага... Ты ничего не изменишь, Панчо Я говорю тебе Хулиан станет моим мужем Но ведь ты любишь меня И не можешь выйти замуж Ни за кого другого Все это глупости, Норма Я такая же, как всегда Неправда, мама Я чувствую, что не нужна тебе Скажи, что не так со мной? Не выводи меня из себя Я уже сказала, что ничего не происходит И что мне сказать, когда я подумаю, что ты собираешься сделать со мной? О чем ты, мама? Не понимаешь? Ты попросила меня разрешить твоей сестре быть посаженной матерью И что такого? Ничего, увидишь Пусть усюкай с поломой и увидишь, что будет Она уже привела сюда эту старую цыганку Она живет здесь И что? Ты так наивна, Норма Она привела ее сюда Потому что та колдунья И она хочет сделать тебя несчастной Украв у тебя Хулиана Я прекрасно услышала, как моя сестра сказала, что выходит за Хулиана Только за тем, чтобы сделать его несчастным Это невозможно Она действительно не любит его Это только чтобы ранить тебя Больше ни для чего Поэтому я везде не искала Хулиана Чтобы рассказать ему Сейчас я могу вернуться к нему Не чувствуя вины Великолепно Я хочу поговорить со Стивой Чтобы все выяснить Он лгал мне И вел себя отвратительно Смотри-ка, кто там? Сивинка Весьма кстати Я как раз говорила Дарри Что ты грязный угун Что вы здесь делаете с этим? Хочу научить вас танцевать Нет, я уже говорила Я не хочу, я не хочу двигаться как безмозглая кукла Так что можете выключить Вы боитесь показаться смешной, не так ли? Это какой-то странный танец Я всегда вела себя очень достойно Достойно Смешной кажешься, когда не можешь вернуть долг Вы чувствуете себя смешной, потому что хотите танцевать и не танцуете Поэтому вы смешная старуха Поосторожней с выражениями Меня никто еще не называл смешной старухой Все что сказал тот тип вранье Я отец твоего ребенка Не лги больше Между нами ничего не было Какой же ты негодяй Дай сказать Ты не понимаешь Я понимаю только одно Что была бы несчастлива рядом с тобой Но тебя это не волнует Ты хотел воспользоваться моей амнезией в своих личных интересах Прости меня Пожалуйста Клянусь, что сделал я это из-за тебя И из-за ребенка, которого ты ожидаешь Я думал только о твоем благополучии Это ложь Ты сделал это только ради себя А не ради меня Ты негодяй, Стева Севинка Севинка, подожди Я сделал это Потому что люблю тебя Она ушла Да, Дара Я ее потерял Потерял навсегда Тонта, pobre тонта Она ушла Она ушла Она была здесь, сказала, что вернется скоро Я не хочу ее видеть Когда вернется, скажи ей, что меня нет Понятно? Гулиан Что с ним происходит? Я всегда говорила, что твой сын не воспитан Как дела? Хотел сказать, что сегодня не ужинаю с вами Можем узнать, куда ты идешь? Нет Я уже большой Я ненавижу анализы крови, Арсиеру Зачем это? Чтобы узнать, говорит ли Эван Хелина правду Методом сравнения мы узнаем, является ли норма твоей дочерью или нет Эта женщина может врать А мы будем платить, как два идиота Зачем нам это нужно? Да, ты прав Скажу норме, что завтра мы идем с ней в лабораторию Или сегодня? Подожди, подожди Норма не должна знать, для чего эти анализы Я уверен, что она даже не подозревает, что может быть не твоей дочерью Но это не так легко сделать Арсиеру Незаметно взять в нее кровь Что мы должны сделать, так это провести ее в лабораторию Для этого нам нужен сообщник Кто же? Кто? Адриана, например Он же твой любовник Арсиеру Что ты говоришь? Как? Как это мой любовник? Знаю, что Дорита Висконти Ты в самом деле думаешь, что я дурак Я лишь притворяюсь им Не более того Поэтому ты пойдешь и попросишь его сделать Это одолжение Ясно? Я в дурацком положении из-за моего сына Он сказал, что не хочет видеть тебя Не переживайте Это уже не в первый раз сегодня Извините, что я поставлю вас в неловкое положение Но позовите его, пожалуйста Скажите, что это очень важно Хорошо Попытаюсь Вернусь сейчас Спасибо, Хлокин Для тебя тяжелое наследие Что вы имеете ввиду? Должно быть, было очень тяжело для тебя прожить все эти годы с этими Этими цыганами Почему вы так думаете? Ну, это естественно Я не понимаю Эти люди Так необычные Не знаю, как ты смогла выдержать? Наверное, потому что они не такие уж и необычные, как вы думаете Быть другим не означает быть плохим Так думают только темные люди Тебе повезло Пришлось настоять Он придет Спасибо, Хлокин Вы очень любезны Ты уверена, что не хочешь поужинать с нами? Не настаивай, Хлокин Я уверена, у нее более важные дела Нет, не более важные Просто меня ждут дома Пойдем, Барбара Да, конечно До свидания, Павлова До свидания И спасибо Зачем ты пришла сюда? Ты что, не понимаешь, что я не хочу тебя видеть? Зачем ты пришла? Ты всегда так рано ложишься? Нет, только когда хочу спать Спокойной ночи Спокойной ночи А свет еще долго будет гореть? Нет, нет Не приставай ко мне из-за света Я люблю читать по вечерам Это мое единственное удовольствие На Возьми Почему бы тебе самой не почитать? Что случилось? Ничего Ничего не случилось Так она хочет выйти за меня, чтобы отомстить? Это твои фантазии? Я услышала ее разговор с дурой Не выдумывай, Палома Твоя сестра любит меня Она хотела бы видеть тебя мертвым Она сказала, что не успокоится, пока не растопчет тебя Неправда Норма не такая Я клянусь Я клянусь Клянусь светом, который падает на меня Осторожно, его могут выключить Ты думаешь, я все выдумала? Да А зачем? Зачем мне это выдумывать? Потому что Ты обожаешь меня Ты сошел с ума Я обожаю тебя Да Хочешь убедиться в этом? Ну, ладно Да, правда Я, я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Палома. Я тоже люблю. Я люблю тебя, Палома. Я люблю тебя, Палома. Я люблю тебя, Палома. Синьорита Норма сейчас придет. Спасибо. Пожалуйста. Палома, 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 Палома. Палома, Палома. Палома, Палома, Палома. Палома, 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 Палома. Палома, 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 Палома. Палома, 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 Палома. Хватит. Это чтобы отблагодарить тебя. Я не хочу, чтобы ты строил иллюзии. Слишком поздно. Войдите. Извините, сеньорита. Сеньор Хулиан ждет вас внизу. Хорошо, передай я иду. Не говори, что я с сеньором Панчо. Хорошо? Я понимаю. Останься здесь и не выходи, пока я не приду за тобой. Понятно? Хулиан. Что ты здесь делаешь? Как ты? Хорошо. Но, по-моему, это не очень удачная мысль сюда прийти. Знаешь, я пришел поговорить с Нормой и все выяснить. А что, если мы вместе скажем ей? Хулиан, я рада, что ты пришел. Мне не придется утруждаться. Чем? Говорит тебе, что я уже поняла твою игру и не собираюсь за тебя замуж. Но какую игру? Хватит притворяться, Хулиан. Палома мне все рассказала, что ты хочешь жениться на мне, чтобы отомстить ей, потому что она спала с тобой на спор. И сейчас ты хочешь отомстить ей, женившись на мне. Спасибо, сестренка. Теперь мы вместе ненавидим этого негодяя. Извините, не понимаю. Да. Палома не сказала тебе, что она ненавидит тебя всей душой. Всей душой. Пожалуйста, она... она лжет. Нет, единственный, кто здесь лжет, это ты. И я уже почти поверил тебе. Поверил чему? Палома сказала, что ты выходишь за меня, чтобы сделать меня несчастным. Она говорила о тебе ужасные вещи. Ты ему так сказала? Да, я сказала это, потому что это правда. Ты мерзкая тварь. Как ты могла сказать такое? Моя собственная сестра. Как ты могла? Как? Как? Хулиан, поверь мне, я слышала ее разговор. Я никогда бы не сделала этого, если бы не была полностью уверена. Не верь ей. Она предательница. Я в этом не сомневаюсь. Каким же я был дураком. Я даже ничего и не заподозрил. Поздравляю тебя, Палома. Нет, послушай, Хулиан, я была здесь, когда... А вообще женитесь. Мне-то что? Вы друг к другу подходите. Что она хотела сказать? Не знаю. Я ничего не понимаю. Боже мой. Я напрасно обвинила сестру. За что это наказание? Что, ты хочешь оскорбить меня? Я хочу извиниться. Я была так глупа, Хулиан. Я не должна была сомневаться в тебе. Нет. Это я был дураком и позволил ей обмануть меня. Не надо оскорблять ее. Может быть, она не совсем нормальная. Но она моя сестра, и я люблю ее. Ты так добра, Норма. Если бы ты могла простить меня, стать твоим мужем было бы честью для меня. Конечно, я прощаю тебя, любовь моя. Конечно. Значит, ты за тех, кто испортил нашу жизнь. За тех, кто разрушил нашу семью. Кто отнял у меня севинку. Ты негодяй, Коля. Негодяй. Шевели, шевели мозгами, Стева. Ты же совсем не думаешь. Послушай, я их ненавижу, как и ты. Ненавижу их успех. Власть, их жизнь. Но я отомщу по-другому. Вместо того, чтобы разбить ему голову, как ты намерен, я стану его родственником. А это для него гораздо хуже. И страдать ему придется дольше. Ты понял? Ты только представь себе лицо этого негодяя в день моей свадьбы. Зачем ты позвонила мне, Норма? Я хотела спросить тебя кое о чем. Как ты думаешь, с мамой все в порядке? Не понимаю. Что ты имеешь в виду? Я волнуюсь за нее. Не знаю, как сказать, но, по-моему, по-моему, она не в себе. Почему ты так думаешь? Потому что она сказала мне, что я не ее дочь. Она сошла с ума. Как это я, не ее дочь? Это даже смешно. К тому же, она сегодня говорила с Адрианом и сказала мне, что он ее психиатр. Я хотела спросить, знаешь ли ты обо всем этом? Или нет? Да, Норма, я знаю. Я тоже замечаю у нее странности в последнее время. Наверное, это возраст. Ну, хорошо. Карина, и что же мы будем делать? Мы назначили день нашей свадьбы. Коля и я, мы поженимся в следующем месяце. Так скоро? Вы не поздравите нас, папа? Да-да, конечно, это так неожиданно. Желаю тебе счастья, дочка. Дочка. Спасибо. Папа! Не огорчай меня. Я отдаю тебе человека, которого люблю больше всего на свете. Хватит, Хакин. Как ты можешь позволить своей дочери выйти замуж за этого идиота? Ради бога, меня от него тошнит. Не беспокойтесь, я помогу вам. Хватит, Барбара, или я я не выцарупаю твои глаза, только чтобы не портить этот момент. Но если ты оскорбишь моего жениха еще раз, ты увидишь, что будет. Раз Карина любит его, хватит, Барбара. Теперь все. Я буду лучшим мужем на свете. А если мы пойдем куда-нибудь вчетвером, чтобы отметить это событие? Прекрасная мысль. Лучше не надо, Коля. Почему? Сегодня такой вечер. И твой отец приглашает нас. Спасибо, папа, но я не хочу. Ну, почему мы всегда едим, когда хотим что-то отметить? Поднять бокал за счастье будет достаточно. Прошу. За счастье. Что с моим отцом? Он ушел такой счастливый. Может быть, он выиграл в лотерею? Он ничего не говорил. Что, Стива? Нет, я ничего не знаю. Стива, у меня тоже были проблемы. Я так мучилась со своим мужем. Но никогда я не выглядела такой изможденной, как ты сейчас. Что с тобой? Ты не можешь... Ты не можешь забыть Севинку? Да? Да. Я не могу вырвать ее из моего сердца. Не могу. И так он отказался? Да. Этот негодяй отказался мне помочь. Ну, что ты ему сказала, Дора? Я попросила его помочь мне отвести норму, сделать анализы, чтобы она ни о чем не догадалась. Вот и все. Полагаю, он спросил о причине. Да. И я сказала, что я подозреваю, что нормам... Что? ...моя дочь. Я ничего лучше не придумала. Ты сошла с ума? Идиотка. Сын, ты как раз вовремя. Мы празднуем. Празднуете что? Твоя сестра и Коля назначили день свадьбы. Ты обожаешь меня. Ты сошел с ума? Я обожаю тебя. Хочешь убедиться? Я... Да, правда. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Люблю. Прощай, любовь моя. Ну, если неважно. Только. Ну, время пришло. Время для чего? Для урока танцев. Начнем сегодня. Ну, нет. Всему есть предел гостя, которая сошла с ума. Хватит, вставай, или будешь танцевать сидя. Оставь меня. Ни за что. Я же сказала, что научу тебя танцевать и сделаю это. У меня большое терпение, Митра, но оно не безгранично. Ерундой я заниматься не намерена. Если ты хочешь научить меня танцевать, напиши об этом, а я завтра посмотрю, насколько это возможно. Что теперь? Ничего. Я не могу писать. Почему? Рука болит? Нет. Я не умею писать. Я никогда не училась. Не умеешь писать? Нет. Хорошо. Я научу тебя. Не говори ерунды. Таким вещам не учатся в моем возрасте. Надо что-то придумать. Обмен. Уроки танцев. Но уроки чтения. Если я смогу танцевать, то ты сможешь читать и писать даже по-латыни. Подождешь меня. Чай со снотворным, так? Что здесь больше и дрянь? Его жена? Или его сын? Что-то случилось? Почему? Я могу прийти только если что-то случилось. Нет, нет. Я спросил, потому что ты давно перестала меня замечать. Дело обстоит так. У тебя была возможность, но ты ее упустил. Такова жизнь. Я пришла сказать тебе, что выхожу замуж за Кою. Очень скоро. Зачем, Карина? Ведь ты его не любишь. Откуда тебе знать, люблю я его или нет? Я знаю. Оставь меня. И никогда больше так не делай. Или я скажу Коле. Не выдумывай, Хулиан. Вам меня не провести. Я знаю, что в этом чае что-то есть. Так значит, в этом чае есть натворное. Как? Высуна. Нет. Твой отец пьет чай перед сном. Так он лучше спит. Как ты мог подумать, что там снотворное? Прошу прощения. Может, ты и прав, Адриана. И у меня разыгралось воображение. Да. Подойди, пожалуйста. Я хотела бы поговорить с тобой. Я не виновата. Ты танцевала два часа. Это в первый-то раз. Для начала и получаса бы хватило. Думаешь, тебе пятнадцать лет? Надо было поберечь себя. Ладно, подожди, Митра. Клянусь, когда буду учить тебя писать, сделаю так, что твои мозги раскалятся. Ты будешь меня учить, если догонишь. Пока. Митра. Вернись, Митра. Старая чертовка. С Хуляном все в порядке. Мы помирились. И свадьбу не отменили. Я чувствую себя очень виноватой. Нет, нет, не говори ничего, Палома. Я же сказала, все нормально. Нет, не все. Хорошо, в таком случае мы квиты. Я прекрасно понимаю, почему ты так сделала. На твоем месте я поступила бы так же. Правда? Ну, мне кажется, что я предала тебя. Мне не надо было говорить Хулиану, что ты хотела навредить ему. Я была не права. Ты ошибаешься. И я не хочу навредить ему. Так значит, ты не будешь мстить ему? Буду. Но я не хочу навредить ему. Я хочу уничтожить его. И расскажу тебе, что я сделаю. Ты хочешь уничтожить его? Ты правильно поняла. Хочу, чтобы он страдал до изнеможения. Норма, какой ужас. Ничего подобного. И ты ничего не сможешь сделать. Как жаль. Не правда ли? Яiffи. Субтитры создавал DimaTorzok